Здравствуйте! Меня зовут Илья Королёв и я представляю фонд развития интернет-инициатив. Мы открываем блок, посвященный экономической и бизнес-составляющей открытых данных. В этом блоке вы узнаете о том, с чего стоит начинать в разработке вашего бизнес-проекта, какие основные этапы создания вашего бизнес-проекта и как его стоит коммерциализировать. Начинаем мы с того, что необходимо разработать бизнес-концепцию нашего проекта. Большинство стартапов, компаний, начинающих бизнес-проектов проваливаются. Это связано с тем, что в основе лежат идеи, которые представляют собой набор гипотез, которые необходимо в ходе реализации вашего бизнес-проекта подтвердить или опровергнуть. И вместо того, чтобы писать многостраничный бизнес-план, который при столкновении с реальностью, скорее всего, потерпит неудачу, мы в фонде развития интернет-инициатив, работая с молодыми или начинающими предпринимателями, используем так называемую одностраничную диаграмму бизнеса или бизнес-модель. Что это такое? Это одна страница, на которую вы сможете изложить все ваши основные гипотезы о вашем бизнесе. Первое – это клиент или клиентские сегменты, в которых вы опишите архетипы ваших клиентских сегментов, к кому они относятся – к физическим лицам или к бизнесам, какие у них основные характеристики, каким образом строятся их некие бизнес-процессы, в рамках которых они сталкиваются с проблемой. Следующим блоком является проблема. То есть, как и каким образом они решают текущие задачи, когда они сталкиваются с проблемами при решении этих задач, и каким образом они их решают сейчас, и что в этих решениях их не удовлетворяет. Про них мы имеем в виду клиентские сегменты. Третьим блоком является ваше решение. То есть, как вы будете решать проблему ваших клиентов, каким образом вы будете обезболивать их боли. Третьим блоком является ваше решение. То есть, как вы будете решать конкретную проблему вашего клиента, каким образом вы будете снимать боль у этого клиента и создавать преимущество для него. Четвертым блоком является ценностное предложение или ту выгоду, которую вы приносите вашему клиенту. В отличие от продукта или решения, ценностное предложение подразумевает под собой непосредственно преимущество, которое вы несете вашему клиенту. Пятым является тот продукт или сервис, в который вы упакуете в ваше решение и ваше ценностное предложение. Это уже непосредственно будет либо веб-сервис, если вы используете открытые данные или мобильное приложение, его основные характеристики, его основной функционал. Шестым блоком является рынок. В этом блоке вы описываете размер вашего рынка, на котором вы работаете, общее количество клиентов на этом рынке, какое количество денег есть на этом рынке. Также вы в этом блоке описываете конкурентов и альтернативные решения, которые сейчас используют ваши клиенты. Седьмым строительным блоком вашей бизнес-модели являются каналы, через которые вы будете привлекать ваших клиентов. У каналов есть две характеристики. Первая – это емкость этого канала, то есть какое количество клиентов вы сможете привлечь через этот канал потенциально. Вторая характеристика – это стоимость привлечения клиента через данный канал. Далее у нас идут ключевые метрики. В ключевых метриках вы описываете цепочку целевых действий ваших клиентов, вашу маркетинговую воронку и ваше желание по конверсиям в платящих пользователей, если такие платящие пользователи подразумеваются. Девятые и десятые блоки как раз связаны с коммерциализацией вашего продукта и с созданием этого продукта. Девятый блок вашей бизнес-модели подразумевает модель монетизации. То есть то, как вы будете зарабатывать на вашем клиенте, предоставляя ему ваш сервис или продукт. В этом блоке вы описываете вашу гипотезу о том, сколько будет приносить вам клиент за срок жизни вместе с вашим сервисом и продуктом, и его некие другие показатели, которые связаны с вашим доходом. Десятый блок включает ваши расходы. То есть то, сколько вам потребуется для создания вашего продукта, ежемесячное его поддержание и, конечно же, привлечение ваших клиентов. То есть стоимости привлечения каждого из пользователей или клиента и его обслуживания. Ну и, конечно же, не стоит забывать про самое главное. Когда мы создаем наш бизнес или бизнес-проект, он подразумевает некую сходимость юнит-экономики. То есть стоимость привлечения каждого из клиентов должна быть в разы меньше, чем то, сколько вы на нем зарабатываете. Итак, в самом начале своего пути идея или бизнес-концепция является набором гипотез, которые мы излагаем на подобной диаграмме бизнес-модели. После чего мы должны построить процесс тестирования этих гипотез. Он достаточно простой с одной стороны и сложной с точки зрения реализации. Потому что первое, что мы должны сделать, бросав на одном диаграмме вашей бизнес-модели ваши гипотезы, подумать о том, какие есть еще варианты, какие еще возможные бизнес-модели мы можем предложить, используя наши открытые данные. Соответственно, когда мы выбрали из ряда бизнес-моделей ту, которая для нас является наиболее привлекательной по скорости проверки этих гипотез по потенциальному выхлопу из использования этой бизнес-модели, мы должны понять, какие основные риски и какие ключевые риски лежат в основе нашего бизнеса. Как показывает практика, самыми рискованными гипотезами являются гипотезы о ваших клиентах и наличии у них проблемах. Потому что если не будет конкретного клиента и у него не будет конкретной большой и острой проблемы, то любое создание любого продукта, скорее всего, будет бесполезным и никому не нужным, что является основной причиной провала всех основных бизнес-проектов. Поэтому, выбирая вот эти ключевые, самые рискованные гипотезы о клиенте, о проблемах, мы должны первым делом, вместо того, чтобы создавать конечный продукт, пойти и проверить эти гипотезы, непосредственно пообщавшись с нашими клиентами, проведя так называемые клиентские интервью о проблеме, о потенциальном решении и о том, как эти проблемы решает сейчас ваш потенциальный клиент. Проверяя гипотезы о клиентах, о проблемах, о решениях, о ценностном предложении, о вашем продукте, о рынке и так далее, и так далее, и так далее, вы находите те самые неизвестные, которые лежат в основе вашей бизнес-модели. И вполне возможно, что со временем ваша бизнес-концепция, ваша бизнес-модель изменится кардинально, и это нормально. Вы много раз сможете ошибиться, но чем быстрее вы ошибетесь, тем меньше времени, денег и человеческих ресурсов вы потратите и больше узнаете о том, как построить ваш бизнес. Поэтому всегда старайтесь перед тем, как идти и делать какой-то продукт, нанимать команду разработчиков, попробовать протестировать основные гипотезы о вашем клиенте и о проблеме. Продолжение следует...